здравствуйте дорогие радиослушатели и все кто смотрит нас на нашем youtube канале в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго ее ведущие эдуард брумер и геннадий промер сегодня мы будем беседовать с белорусским политологом экономистом экспертом сфере российско белорусских отношений дмитрием балкунцом дмитрий добрый вечер здравствуйте добрый добрый день у вас ведь да 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 у нас день дмитрий а я мы сразу начинаем как бы чтобы время не терять и первый вопрос вот как бы определить можно можно ли сказать что в беларуси сегодня у власти находится военная хунта или это преувеличение ох вы знаете сразу у меня ностальгия по чикаго немножко 2 2 слова скажу я там 20 лет назад жил когда был студентом и я впервые тогда приехала в штаты в 19 лет мама мне тогда дала 400 долларов я помню я уехал в штаты это был мой первый выезд за границу и вот в чикаго я несколько месяцев провел поэтому я с ностальгия вспоминаю этот чудесный город озеро бичиган и вообще диаспору в том числе украинскую польскую русскую и белорусскую диаспору тогда она тоже как-то себя проявляла вот поэтому спасибо за то что пригласили теперь за по поводу по поводу вот вопрос которые вы мне задали да конечно военная хунта и этот термин уже за вошел в обиход в общество в политологический такой в политологическую терминологию которая характеризует события в беларуси да а дмитрий вот мы договорились поговорить обстоятельно о беларуси именно с вами вы эксперт в том как люди живут а если бы я вас попросил как скажем в медицинском плане охарактеризовать по психологический портрет лукашенко какими быть термины ну вот в трех в четырех пунктах как бы вы могли его охарактеризовать с медицинской точки зрения я думаю что лучше обратиться вот к одному мигранту который у вас там живет в нью-йорке кажется дмитрий щегельский мне кажется он достаточно подробно описал медицинский диагноз и выставил мозаичная психопатия ну я наверно согласен с этим термином я бы еще добавила что периодически у человека случаются припадки вот поэтому я я я считаю что невменяемой но это дает ему определенный карт-бланш именно лукашенко потому что в политике как правило если мы берем традиционные страны вот европейские страны многие штатах как правило там все будет скучно достаточно вот лукашенко наверно благодаря своего рода таким природным возможно дарованием которые у него есть кавычках дарованием он умеет вести себя так как не подобает приличном обществе и поэтому наверно то что мы сейчас наблюдаем то вот признаки тех степеней медицинских отклонений которые он имеет кстати вот я уже говорил вот хочу и вам сказать я вот на днях пообщался одной журналистка белорусская на 90 в девяносто пятом шестом году поехала в деревню к лукашенко где он жил и пообщалась с его соседями и соседи называли его топтун топтун а потому что он если кто-то его бежал в деревне он бы топтала весь огород то есть это вот у человека такое вот от отвращение такое вот присутствует попытка мести наверное вот вот это у него присутствует действительно дмитрий если говорить более обстоятельно о том что белоруссии происходит и в большей степени в минске а какая реальная ситуация на сегодняшний день на сегодняшний день ситуация я бы сказал стабильно если так брать смотреть визуально но я думаю что напряжение в обществе присутствует и люди боятся даже в кафе ходите вот общаюсь периодически с теми кто уехал из минска кто вынужден был уехать из минска люди боятся выходить и открыто что-то тем более выражать свою точку зрения многие боятся по городу ходить с мобильным телефоном потому что бывают сотрудники милиции просто могут взять телефон для проверки на какие телеграм-каналы граждане подписано поэтому вот такая обстановка но визуально все стабильно а какой вообще заправ запас прочности этого режима вот мы все время смотрим он выяжирует лукашенко в россию ему все время дают ну такие мелкие суммы и неужели все это хватает ему чтобы поддерживать работу режима я бы сказал лукашенко усидел ситуацию контролирует благодаря в первую очередь силовым структурам благодаря тем проведенным репрессиям которые были совершены и продолжаются в беларуси конечно общество запугано и для этого конечно нужны резервы финансовые резервы но российская федерация какой-то степень ему помогла в сентябре прошлого года выдав какую-то сумму достаточно небольшую эти деньги остались в россии новых денег больших денег которые нужны беларуси для развития россии не дает и по моим данным давать не будет просто так хотя действительно субсидированная поддержка на стороны кремля в адрес беларуси за многие годы превысила по разным оценкам 130 миллиардов долларов и конечно эти деньги шли в том числе на обеспечение некого достаточно высокого я бы сказал по сравнению с тем что могла бы беларусь иметь кого-то уровня жизни на этом наверное держалась и по поддержка лукашенко в обществе такой как говорят даже социальный пакет был но сейчас это все разрушено и естественно ситуация в экономике на если в какой-то степени сегодня и может быть стабильность присутствует то точек и каких-то вариантов для развития нету поэтому я думаю что конечно без финансовых вливаний а сторона россии ситуация в беларусской экономике будет на мой взгляд ухудшаться вот смотрите дмитрий историю надо изучать и самое главное анализировать вот как так получилось что в беларуси при всем при том что там были такие как петр миронович машеров человек своего времени но вместе с тем интеллигентный харизматичный лидер появился вот такой косноязычные и малопривлекательные человек как александр лукашенко все-таки можно народ и и избрал понимаете в каком-то смысле маловоспитанные очень простецкий но все-таки его избрал народ вот вы упомянули петра мироновича машерова и все-таки это было герой партизан который свою любовь к народную любовь выстрадал в годы войны и были предшественники у машерова которые тоже внесли большой вклад в становлении послевоенной беларуси хочу заметить что лукашенко придя к власти старался сделать все чтобы убрать из отечественной белорусской истории имена героев партизан которые создавали и восстанавливали послевоенную республику а зачем он это делал он не хочет конкурентов иметь то же самое вот я недавно прочитал в школьном учебнике истории не упоминается в новейшей истории беларуси для школьников не упоминается фамилия первого руководителя беларуси танислава шушкевича просто пишут руководитель беларуси как его зовут неизвестно то есть это сознательно делается лукашенко хочет сделать так что он главный отец основали основатель белорусского государства почему так произошло я думаю что это был переломный момент в становлении белорусского государства на сломе одной стороны когда появились на руинах советского союза в том числе в беларусь появилась и конечно наверное элита тогда еще не было сформировано все таки там было или это коммунистическая или то партийная которая не готова была видимо бороться за власть и общество все таки и тогда не имела какой-то прививки вот подобного рода процессов ну пришел у человека с определенным даром даром которые у него бесспорно присутствует и он смог вот таким образом выстроить систему которая оказалась ему полностью подотчетно зачистив всех конкурентов медиа убрав физически ликвидировав своих оппонентов что он делал еще с 90-х годов но сейчас мы видим к чему это пришло он просто всех кто так или иначе с ними согласен либо высылает из страны либо отправляет в тюрьмы инакомыслия сейчас беларусь вообще противозаконно дмитрий что такое сегодня белорусская элита давайте мы немножко глубже поговорим об этом а вы знаете мне кажется что как раз белорусская элита сегодня в стране не оказания не сформировалась потому что если бы беларуси была элита и бизнес элита и политическая элита то не было бы события августа прошлого года не было бы вот этой жестокости не было бы последующих событий связанных с санкционными пакетами и так далее с изоляцией страны потому что если мы говорим о бизнес или то любая мало-мальски активность связанная с развитием даже малого бизнеса среднего национального бизнеса и те люди которые бы стояли за этим бизнесом они бы не допустили никогда чтобы они вынуждены были свои компании приводить из страны то же самое касается политической элиты если бы была конкуренция политическая в стране и парламент присутствовал бы дееспособный то конечно он бы немедленно собрался на чрезвычайное заседание может быть и принял бы какие-то решения и так далее этого бы конечно не случилось но узурпация власти в руках одного человека не позволило на мой взгляд сформировать в беларуси сильную элиту конкуренцию элит в том числе медиа и так далее вот это отсутствует и власть может быть пытается сейчас там клепать какие-то свои псевдо организации и так далее но к сожалению это абсолютно неустойчивая модели и мне кажется что лукашенко виновник тех процессов благодаря вот наверно той политики которым проводил 27 лет уничтожая своих оппонентов и конкурентов он как раз и привел страну к катастрофе потому что на двадцать седьмом году жизни президентская как он считает он говорит о угрозе суверенитету беларусь конечно я считаю лукашенко главный разрушитель белорусской государственности на сегодняшний день а дмитрий тогда разговор о одном из самых ярких представителей так называемой белорусской элите владимире макея который больше года назад смотрелся достаточно прогрессивно умеренно встречался с госсекретарем сша помпео и все казалось бы шло в каком-то ну хорошем наверно прогрессивном направлении и мне кажется даже что макея и рассматривали как бы наследником ну я не знаю может быть на него и делась какая-то ставка поменять но но реальность оказалась другая макей ну просто стал последователем лукашенко он никак не никак не защитил белорусское общество вот чтобы вы могли вообще сказать об этом человеке достаточно интересный человек до интересный человек у нас лукашенко уже наверно два десятка лет находится по некоторым данным он служил в советской разведке в советский период времени то ли в гру то ли где-то в гдр есть такие сведения но не засекреченной биографии этот факт и у макея отсутствует позже он закончил венскую дипломатическую академию и вот оказался в колоде карта лукашенко он долгое время было его личным референтом и говорят даже кабинет у него находился когда у лукашенко была старая резиденция макей был пожалуй единственный чей кабинет находился на том же этаже где и лукашенко расположен был вот потом он ему поручил создание руководить администрации президента и в тот период времени макей как раз и занимался созданием разного рода некоммерческих организаций пытался как-то с ними взаимодействовать вот и позже он уже перешел на роль главы мида беларуси и кстати вот с вами согласен что в какой-то степени у него получалось находить и выстраивать диалог западом и действительно в какой-то момент даже мне казалось и западные многие дипломаты и политики отмечали и журналисты отмечали тот факт что макей вполне может выйти как самостоятельная фигура на политический ринг беларуси но после того как макей в августе прошлого года принял определенное решение думаю что на этом его политическое будущее закончилось хотя я знающие сбрасываются в рот разного рода в кавычках инсайты инсайды которые говорят о том что лукашенко планирует покинуть свой нынешний пост и возглавить например все белорусское народное собрание например в качестве варианта избрания президента вполне допускает что и макей может стать таким человеком но я честно говоря к этому скептически отношусь потому что доверие в обществе у макея на сегодняшний день никакого нету он его подорвал и приведу такой интересный факт биографии макея у него есть замечательный сын виталий который работал долгое время в нью-йорке в представительстве беларуси в он и после событий августа 2020 года виталий насколько я знаю написал заявление она позже в миде работал в центральном аппарате он написал заявление и ушел с должности в знак протеста в связи с событиями и говорят папа не общается своим сыном с внуками не общается имеется владимир макей сам но и он тогда чуть ли там не угрожал своему сыну старшему что можешь об этом пожалеть вот но это вот как можно сказать семейный раскол произошел а как вы вообще считаете почему все-таки владимир макей занял такую позицию ведь на волне протестов он мог действительно стать объединяющей фигурой он не смотрелся таким зловредным каким-то кровопийцей это боязнь это страх что человека вот так заставила быть верным слугой макей человек все-таки из военной системы выходить и если действительно советские годы служил в определенных структурах которые разведкой занимались с кому-то все-таки грубала некая структура поэтому я думаю что и у него сложились своего рода соответствующие скажем так стереотипы или определенные навыки дальнейшие действия не так или иначе связанная с выполнением поручений приказов и так далее вот он повел себе так я думаю что лукашенко имеет достаточное количество материалов на каждого своего приближенного и макей тому не исключение поэтому я предполагаю что есть особая папочка в которой что то есть такое что сдерживает действие макея дмитрий смотрите есть такой а политический термин окружение путина когда мы говорим о россии а той же россии семья ельцина тоже политический термин что такое семья лукашенко и что такое окружение лукашенко если можно немножко подробнее семья лукашенко я бы сказал что тоже такой устоявшийся термин и он в отличие от окружения путина или семьи ельцина имеет я бы сказал во многом в том числе связь именно с родственниками лукашенко вот возьмем виктора лукашенко который отвечает в плязи семьи за финансы там есть еще лилия лукашенко это жена виктора лукашенко она тоже с финансами немножко связана помогает управлять определенными потоками и так далее вот мы помним же в мае прошлого года а знаменитой документ опубликованный в одном из телеграм-каналов беларуси белорусских где была указана сумма найденная швейцарском банке на имя виктора лукашенко и какую истерику после этого александр лукашенко закатил что его дети не имеют никаких денег за в зарубежных банках но я думаю что бумажка была настоящая вот но раз истерика такая была это говорит о том что лукашенко никому не доверяет и все финансы и все главное схема контрабанды ведет его сын в первую очередь старший сын виктор в меньшей степени дмитрий ему это не интересно и он в какой-то степени отдален от этих дел занимается там какими-то спортивными проектами и так далее николай естественно в силу возраста глобально никуда не погружен но думаю что какие-то может быть подсказки папе дает это что касается вот семейного родства есть еще я бы к семье при при присовокупил даже российского олигарха михаила гуцериева который так или иначе на мой взгляд помогает и помогал лукашенко на протяжении многих лет устраивать разного рода на проекты в том числе финансовые в какой-то степени да он член семьи большой семьи который наверное имеет определенное влияние на лукашенко и сюда бы я еще внес из действующих людей которые влияют на лукашенко ты о пресс-секретарь который на мой взгляд делает все чтобы подставить в силу своей некомпетентности и глупости и наверно еще спикер верхней палаты парламента наталья качанова которая в какой-то момент времени вошла вот в эту семью семью лукашенко и сейчас тоже оказывает большое влияние кстати рассказывает интересный факт причем несколько человек мне об этом рассказывали именно наталья качанова в прошлом году убедила лукашенко что у него 80 процентов поддержки и она каким-то образом способствовало тому что в итоговых протоколах или в итоговом протоколе было нарисовано 80 процентов за лукашенко это конечно повлияло на дальнейших подсобытий дмитрий как выглядит сегодня белорусское общество с одной стороны нам говорят мы читаем это что белорусское общество в принципе все-таки пророссийская и со стороны президента путина было сделано в каком-то смысле даже глупость поддержав режим лукашенко с другой стороны говорят что последних 25 лет проходила в белоруссии такая национализация то есть возвышались поэты художники люди знаменитые с белорусскими такой с определенной белорусской национальной окраской как вообще в реальности выглядит сегодня белорусское общество я думаю конечно трансформация прошла за 30 лет с момента того момента когда беларусь стала независимым государством много всего изменилось и изменилось поколение все-таки в начале 90-х это было поколение глубоко советское без особой какой-то возможно сильной идентичность то сегодня как бы мы относились к текущим политическим процессом я думаю что абсолютное большинство обладателей белорусских паспортов видят беларусь исключительно независимым государством вне зависимости от геополитических предпочтений и конечно особенно молодежь она все-таки ориентирована на запад люди старшего поколения так или иначе ориентированы на российский вектор в какой-то степени но опять же социологических глубинных опросов никто не проводил хотя вот были определенные утечки вот в ноябре даже я видел утекали документы которые якобы имеют отношение к исследовательским центром администрации кремля и там тоже определенно есть срезы общества которые показывают какие настроения царят в беларуси но можно сказать что политика или позиции кремля в августе прошлого года повлияло на существенное падение репутации и владимира путина и россии в беларуси это объективный процесс потому что люди ожидали что будет стороны россии оказана поддержка именно белорусскому народу но кремль посчитал иначе и посчитал что важно в этой ситуации признать победу лукашенко это конечно вызвало негодование среди противников лукашенко которых оказалось большинство судя по визуальным данным которым и на улицах наблюдали вот и конечно отразилось на рейтинге россии но при этом добавлю что абсолютно наверно доминирующее влияние российских медиа в беларуси учитывая вот и последние тенденции когда белорусская власть просто гормит информационные ресурсы и конечно многие просто переходят и смотрят так или иначе российские сми а что касается вот художников поэтов то я бы не возвышал здесь что какой какой-то был рассвет белорусской культуры этого не было потому что многие художники поэты музыканты они так или иначе даже постоянно попадали в какие-то черные списки и лукашенко всегда уничтожал все что связано с национальной идентичностью включая язык культуру так далее но в какой-то степени да он делал это пытаясь там отстроиться особенно после 2014 года он пытался это делать но честно говоря это были просто какие-то может быть демонстрации с попыткой подразнить москву дмитрий коллективный запад так называемый коллективный запад ввел санкции в отношении руководства белоруссии и принципе в отношении белоруссии как государство на ваш взгляд работают ли эти санкции нужно ли их ужесточать или может быть нужно вводить санкции в отношении каких-то ну мы знаем в отношении кого введены санкции может быть в отношении семей этих людей чтобы они были более работающими санкции бы разделил на две части первая часть это санкции которые вводили европейские страны они больше степени на мой взгляд носят информационный такой характер и конкретно эти санкции часто обходят со стороны белорусского правительства придумывают разные схемы есть вторая часть санкции это американские санкции вот американский пакет санкций оказался более действенный более жесткий и последствия мы возможно увидим уже в декабре если все-таки будут они применены то я предполагаю что белорусские предприятия столкнуться просто закрытыми дверями или с тем что ряд белорусских предприятий просто не смогут пользоваться портовой инфраструктурой например литвы для вывоза продукции которые производятся в беларуси в частности продукции калийного комбината возможные древесины ряд других товаров которые беларусь экспортирует через литву но посмотрим на вот и европейские санкции они на самом деле очень тряло я бы так сказал и кроме шума информационного не очень мало на что влияют единственное что конечно беларусь оказалась в изоляции политической в изоляции финансовой потому что сегодня банки западные западный капитал в беларусь не приходит естественно по объективным причинам вот но есть там санкции персональные которые на мой взгляд даже выгодны лукашенко но я бы здесь один момент ответил вот сколько бы запад час не вводил санкций лукашенко все счета в москву отправляет причем правительство туда белорусское возит просьбы компенсировать все убытки от санкций вот в июне была такая просьба на сумму только в деньгах около пяти миллиардов долларов попросили компенсировать убытки от санкций которые которые вводят мама пока денег не дали митр мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу через пару минут вернемся и продолжим нашу интересную беседу не отключайтесь спасибо мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная волна чикаго и продолжаем беседу с белорусским политологом экономистом экспертом а в сфере российско-белорусских отношений дмитрием балкунцом дмитрий вы с нами да я здесь здравствуйте дмитрий а еще раз здравствуйте и вопрос такой хотел бы задать вопрос о самой известной сегодня в политике женщине именно женщина политика она самая известная это светлана тихановская женщина которая скажем так пришла неоткуда и стала вот таким объединяющим лицом белорусской оппозиции насколько ее эффективность сегодня высоко в смысле противодействия режима режиму лукашенко и как вы вообще видите ее политическое будущее знаете я бы немножко расширил этот момент да давайте конечно это интересно играют важную роль вообще в общественной жизни политической жизни женщина максимально представлены в том числе в избирательных комиссиях и на их плечах лежит в том числе история с фальсификациями женщины во многих сидят местных советах и так далее в райисполкомах прочее то есть женщина она довольно важную роль играет в беларуси при этом я бы еще отметил запрос на некое женское лидерство которое уже эксперты отмечали еще задолго до событий двадцатого года и не случайно например 2015 году на президентских выборах впервые участвовала женщина татьяна короткевич она тоже имела достаточно большой авторитет в то время в обществе понятно что это была определенная игра лукашенко и так далее но факт остается фактом и то что именно женщины женское трио в какой-то степени повлияло на события двадцатого года это конечно определенное стечение обстоятельств и надо отметить что светлана тихановская она была кандидатом протеста и она об этом много раз говорила и главные задачи на выборах было олицетворять как раз весь протест электорат то есть в бюллетене была строчка против всех но тогда было принято решение давайте проголосуем вот за женщину которая никогда в политике не была которая не работала никогда на государственной службе воспитывала детей домохозяйка вот давайте за нее и вот общество такой позыв восприняла и конечно за истекшие 15 месяцев слона тихановская стала я бы сказал одним из главных сегодня известных действующих лиц белорусской политики и по количеству визитов зарубежных на превзошла все 27 лет лукашенко настолько визитов за 27 лет не совершал сколько тихановская сделала за эти последние месяцы и конечно это важный момент для будущего задел для будущего насколько у нее есть политическая какой-то может быть политический ресурс или резерв на будущее не знаю но скептически на это смотрю потому что все таки времени много прошло с момент августа прошлого года и я думаю что ситуация политическая обстановка в беларуси затянулась и на мой взгляд если будет происходить политическая трансформация то на политическом небосводе мы увидим много новых имен ярких имен и я думаю что большой потенциал имеют том числе те люди которые сейчас находятся в тюрьмах политики которые сидят и вот у них тоже есть достаточно мне кажется высокий шанс проявить себя в политике в будущем ослана тихановская конечно я думаю будет играть какой-то роли вот сейчас действуя за пределами страны потому что надо понимать что быть лидером но не имеете возможности въезжать страну конечно это очень серьезно влияет на действие поведение и так далее а дмитрий прошлая неделя была нобелевской скажу честно мы были очень разочарованы тем что в пятницу нобелевский комитет не вручил нобелевскую премию мира марии колесниковой светлане тихановской и если не ошибаюсь в этот же список входило цепкало да могу ошибаться в этом списке мария колесникова как мне кажется выделяется своей энергией своей улыбкой своей такой стойкостью стойкостью жизненной и как говорится нам очень жаль что эта премия им не была присуждена как вы думаете почему нобелевский комитет проигнорировал выдвижение их выдвигал лях валенца почему вот их проигнорировали ваше мнение блял не знаю какая и чем руководствовать с нобелевский комитет это много достойных людей было и мария колесникова и тихановской верни к цепкал они уже получали ряд других премии престижных в том числе достаточно вот поэтому я честно говоря даже в какой-то степени рад что я получил дмитрий муратов потому что я знаю ту работу которую ведет в россии в том числе его деятельность отчасти затрагивает и ситуации в беларуси в том числе информационном плане многие годы последовательно дмитрий муратов поддерживает и публикует материалы по ситуации в беларуси один из немногих в российских медиа кто этому уделяет достаточно важное внимание ну тут надо вопрос к нобелевскому комитету адресовать все таки почему и как они руководствуются вот я думаю что шанс у каждого из перечисленных вами лиц еще будет в будущем может быть нобелевский комитет решил что раз ситуация не разрешилась политическим образом беларусь то может быть стоит пока отложить такой момент дмитрий коль мы уже заговорили о журналистах и конечно мы можем говорить о блогерах а сейчас уже затихла ситуация с романом протасевичем которая наделала большой информационный шум вот несколько месяцев назад что вообще сейчас происходит если у вас есть какая-то информация с романом протасевичем и с его подругой российской кстати гражданкой и какое развитие дальше будет как вы это видите я думаю что лукашенко очень сильно пожалел о том что он сделал в мае прошлого года и запросить в мае текущего года события просто быстро идут и много шансов это уже мне кажется что лукашенко конечно не повторил бы подобный сюжет если бы так сейчас ему принесли какие-то документы сказали вот кто-то будет лететь на беларуси нужно кого-то снять но тогда он продемонстрировал свою жестокость и попытался таким образом сказать или продемонстрировать что для него нет никаких тормозов похищать своих оппонентов но последствия оказались для беларуси для белорусской экономики политики фатальными потому что дома и текущего года многие западные политики готовы были с лукашенко вновь начать торговаться в обмен на политические заключенных в обмен на снять какие-то санкции как то вот как это было там после 2010 года пытаться вырулить вот но самолет стал конечно такой переломной точкой а роман портасевич сейчас властью в какой-то момент времени использовался как пропагандистский ресурс особенно для запада хотели показать что с ним ничего такого нет он раскаялся вообще чуть ли там не лукашенко уже хвалит и какой-то медиа должен был запустить но как-то это все затихло погасло я предполагаю что он живет на какой-то квартире где его охраняют сотрудники комитета госбезопасности ему ограничено я предполагаю какой-то имеет ограничен дост допуск к средствам связи интернет в том числе вот ну вот я думаю так а проект наверное власти хотят с него слепить или может быть планирует псевдо оппозицию сделать вот такой вариант и допускаю да а светлана алексеевич писательница с мировым именем лауреат нобелевской премии по литературе активно выступала год назад во время август августовских событий но сейчас последнее время ее не слышно как то может быть это нам не слышно может в европе она более слышимо или не знаю там в беларуси может слышно насколько мы знаем она уехала из беларуси а что слышно с александр со светлана алексей алексеевич во первых надо книжки и читать и будете слышать и видеть ее иголоке слышать будете если вы прочитаете произведение за которое она получила нобелевскую премию в том числе про красного человечка особенно мне кажется это важно этот вопрос велит продолжение вот да она уехала из беларуси и я думаю что правильно сделала иначе неизвестно где бы она находилась на свободе либо ее тоже бы поместили куда-нибудь в колонию потому что лукашенко абсолютно ничего не тормозит и он людей и пожилых и больных и женщин и детей всех отправляет в колонии кто не согласен с его политикой вот поэтому я думаю что слона алексеевич сейчас конечно переживает за события в беларуси бесспорно я вот видел где-то на информационных лентах она участвовала в каком-то мероприятии в германии проходила поэтому я думаю что она конечно по мере своих сил возможностей старается быть полезно и в том числе выражать свою точку зрения дмитрий хотел бы вам задать все-таки непростой вопрос мы часто этот вопрос задаем многим политологом из украины из россии и они всегда пытаются как-то на этот вопрос обтекаемо ответить ну вот попробуем вам несет ли белорусский народ ответственность за то что происходило в беларуси последних 27 лет все-таки выборы президентов десятого года пятого пятнадцатого протестов особых не было и многие задаются вопросом а почему решили что в двадцатом году что-то может получиться в том смысле что если раковая опухоль в обществе уже достаточно развилась ну от нее болезнь то есть прогрессирует вот именно белорусский народ несет ли он ответственность за то что вот лукашенко такой крутой ковбой конечно несет народ выбирал лукашенко на выборах 94 года и тогда если мы посмотрим срез избирателя который голосовал за лукашенко это были в какой-то степени люди пережившие войну люди которые ностальгировали по советскому союзу которые переживали закрушение советского союза лукашенко тогда с этими тезисами выходил что я восстановлю советский союз и вернул все как было в ссср и так далее он пришел с этими посылами и люди тогда в какой-то степени ему поверили он был таким харизматичным человеком но время шло во многое обещал ничего не выполнял конечно менялось поколение люди старшего поколения уходили жизни происходили объективные процессы трансформации общества менялись технологии там средства коммуникации донесения информации менялась вот люди многие уезжали мигрировали сколько волны миграции было сколько людей уехала и в западную европу и в россию в чикаго много уехала белорусов я знаю вот за последние 30 лет сам встречал и сам знаю кто уезжал в разные города америки это все тоже последствия той политики который лукашенко проводил потому что граждане не смогли реализовать себе на родине либо в бизнесе либо там по каким-то иным причинам они вынуждены были покидать страну конечно граждане которые живут в беларуси отвечают за решения которые и за последствия тех событий которые сейчас мы наблюдаем и по итогам августа прошлого года и вообще на протяжении 30 лет вот мы говорили про элиту вот как раз отсутствие элиты тех столпов на которых могла бы формироваться нынешняя белорусская государственность они в какой-то степени оказались неустойчивы эти столпы и общество конечно несет за это ответственность но надо понимать что бытие определяется знание люди живут в беларуси во многих городах и даже в минске живут но я бы так сказал многие из них за границей никогда не были есть там вот по россии данные знаю 80 процентов россиян никогда не были за границей даже больше из белорусов может быть примерно похожие проценты учитывая что есть близость к польше и видимо жители городной и бреста частенько ездят там приторговывать и минчане за покупками а так подавляющее большинство никуда не ездило и естественно отсутствие вот этой возможности видеть мир она формирует определенный образ мышления и конечно влияет на поведение плюс надо понимать что среднего возраста жителей беларуси сегодня 42 года то есть это стареющая нация какой-то степени конечно люди в возрасте не более консервативно они менее подвержены каким-то таким вот движением так далее поэтому я предполагаю что до граждане отвечают за свои действия свои поступки и я много раз говорил и в том числе и гражданам которые обижаются что вот кто-то там на западе либо на востоке поддерживает лукашенко и не может его снять никто никакого лукашенко снимать не будет только граждане беларуси имеют возможность своими силами своими руками своими действиями добиться смены политического курса если они этого не будут делать либо у них это не будет получаться ну значит курс будет продолжен а насколько серьезен отток молодежи из беларуси после августа двадцатого года если какие-то данные я имею в процентах в цифрах данных нету к сожалению никаких можно есть можно ориентироваться на некоторые косвенные данные вот например я бы привел такие показатели в мае июне в июле скорее даже летом когда шла с компания по поступлению университета впервые в белорусской истории был недобор в во все белорусские вузы страны на платные на бюджетная программа причем было две волны набора и постоянно был недобор о чем это говорит том что есть тотальное недоверие к системе образования в стране и студенты выбирали западные вузы и российские вузы потому что с этого года есть равные условия по поступлению в российские университеты по техническим там причинам это стало гораздо доступнее легче делать вот я знаю что очень много бизнеса уехала в соседние страны особенно в польшу есть там данные по количеству гуманитарных виз которые польша предоставила и так далее я думаю что эти тенденции достаточно печальные для текущей ситуации для текущей ситуации белоруссии вот но предполагаю что именно с этим в том числе связана главная установка белорусской власти ввести тотальный запрет на выезд из страны выехать из белоруссии просто так нельзя надо документы предоставлять с какой целью выезжаешь это с одного рода месть со стороны лукашенко в адрес все кто его не поддержал а с другой стороны это и попытка остановить поток миграции потому что может быть критический для экономики страны на многих предприятиях государственного сектора запретили вовсе увольняться с предприятий медикам запреты медикам запретили увольняться во многих учреждениях и так далее то есть поток будет естественно увеличиваться потому что многие не готовы терпеть репрессии унижения на предприятиях и на тех коллективах где не работает белоруссия поэтому да отток идет бесспорно конечно запад идет отток большой а дмитрий насколько небезопасно сегодня находиться белорусским гражданам и особенно активистам политическим в россии мы знаем что и вам пришлось к сожалению очень быстро покинуть россию где вы находились и давали комментарии как вы сегодня видите эту ситуацию но долгие годы было достаточно безопасно вот последний год стала небезопасно потому что белорусские спецслужбы совместно с их российскими коллегами и я допускаю может быть даже и без российских коллег действует самостоятельно как бандиты не похищает людей по крайней мере таких несколько случаев было просто вывозят в беларусь либо задействует легальные инструменты запроса на экстрадиции учитывая что россия белорус имеют соответствующее соглашение экстрадиции лица которые находятся в розыске то естественно российской федерации все эти истории удовлетворяет единственная защита является гражданство российской федерации если у кого-то такое гражданство есть или двойное гражданство во многих имеется и знаю то естественно это дает некую привилегию и россия не выдает свои граждан вот беларуси до столкнулись такой опасности но только те кто имеет какие-то правонарушения на территории беларуси либо в митинге как-то засветился либо иным образом находится в базе розыска так иначе других каких-то других опасностей нету дмитрий сегодня вот прошла информация по поводу того что в беларуси серьезный вопрос стал с ковид коронавирусной инспекцией насколько сегодня серьезная ситуация в беларуси из к видам данных точных нет но информация которая приходит она показывает что все-таки ситуация очень тяжелая в стране власти не в состоянии сегодня справиться с этой пандемии и мы наблюдаем наверно более худший сценарий чем тот который был весной 2020 года тогда напомню лукашенко вовсе отвергал к вид он говорил что это все выдумки американцев и всяких там заговорщиков каких-нибудь там темных сил для того чтобы мир переделить вот и многие тогда умирали просто не получали никакой помощи вот государства это кстати повлияло в том числе на протесты в августе уже двадцатого года когда общество мар масштабно и тотально выразила свое свое недоверие белорусскому режима сейчас ситуация хуже потому что пришла новая волна к вида только наверно 15 16 процентов населения страны получили прививку они потому что она недоступна я думаю потому что есть тотальный недоверие к вообще к системе вакцинации к государственным институтом люди перестали верить и стараются каким-то образом подальше держаться от разного рода вот всех этих историй вот и естественно сейчас я знаю что многие больницы поликлиники не работают на прием пациентов в какой-то помощи вот по плановой работать только на прием больных к видом и статистика по смертности в беларуси скрыта по некоторым данным за прошлый год беларусь потеряла больше 40 50 тысяч человек от к вида причем в официальной статистике 4000 фигурирует но просто есть там некоторые несостыковки в других данных которые передавали в статкомитет беларуские власти оказывалось что вот где-то пропали граждане видимо это как раз есть те кто умер от к вида к сожалению и при этом власти конечно данные засекретили власть боится этой истории потому что они может и управлять но вместо того чтобы возглавить процесс борьбы с к видом по прежнему беларуские власти совершают те же ошибки что и в прошлом году они просто стараются тему замалчивать я считаю так не должно быть если бы лукашенко год назад возглавил борьбу с к видом он бы конечно имел бы другую ситуацию к выборам президентским но он тогда демонстративно отвергался все запрещал парад победы проводил демонстративно когда все изолировались то есть он делал все вопреки тем разумным на подходом которые действовали в некоторых соседних государствах дмитрий у нас последний вопрос к сожалению этот две минуты есть еще одна минута одна минута нам показывает и такой быстрый короткий вопрос мы когда учили в школе были сторонники в литературе якуба колоса или янки купалы это разделялось как бы на двух поклонников вы на какой стороне у меня не разделяли считали считали я куба колоса более советским а вот разделение такое такого не было ну считали я куба колоса более советским а янку купала считали более национальным белорусским вот вот как-то у нас не разделяли видимо уже не знаю почему то как-то это не у меня прошло вот это разделение буквально логически да буквально еще пять секунд наша любимая группа песня и до сих пор мы слушаем песни этого ансамбля ваша любимая песня из этого ансамбля репертуар и песни рыда конечно любимая песня олеся олеся дмитрий хорошо и спасибо за ваше интервью мы очень рады что смогли с вами побеседовать благодарны вам за это приглашаем вас еще раз чикаго будем рады вас увидеть и все самое лучше берегите себя всего вам самого лучшего спасибо 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 Продолжение следует...